Ребят, это разговорное видео нацелено на то, чтобы опросить вас о всех текущих новостях о моих проектах, таких как RD Training, RD Attack, но также в данном видео есть некий вопрос-ответ. Я просил вас оставлять свои вопросы в серваке, вы его можете увидеть сейчас на экране, если, конечно, я в монтаже его добавлю, либо в описании. Начнем с первого и главного вопроса. Когда релиз 2.0? Релиз 2.0 затянулся из-за того, что, во-первых, у меня дефицит идей, второе, у меня проблемы с компиляцией кода, потому что, ну, там некоторые проблемы, ладно. И третье, это то, что я каждый раз переписываю этот 2.0, гребаный. Поэтому, следовательно, 2.0 затянулся. Но я уже думаю, к сентябрю уже будет тест 2.0, но в другом формате и дизайне. О каком вы узнаете скоро совсем уже. Переходим ко второму, а именно релизу RD Attack. Честно говоря, сложно сказать, когда это будет, но могу сказать лишь одно, то что мини-игру Bad Wars я начал уже делать и достаточно успешно. А теперь переходим к вопрос-ответу. Пользователь CinexBTV сделал очень огромный список вопросов. Это, конечно, большое спасибо. Вы сейчас его можете видеть на своих экранах. Первый вопрос. А именно... Я забыл! Я не... Я не врубил вопрос. Я дал. Зачем? Боже... Ладно. Первый вопрос. Как ты придумал свой ник? Честно говоря, у меня был ник Артёма Тиви. Не спрашивай, как его придумал. Но когда, конечно, я потерял лицензию, поставил букву просто на рандом. И так получилось, что Артёма Тува. Но в данный момент, конечно, у меня нет RD Project, потому что... Просто этот ник меня импонирует в данный момент. Второй вопрос. Какие планы на будущее? Испланы за захват мира, конечно же, боже... И, конечно же, создание препарата, чтобы всех уничтожить. А если серьёзно, то это первое релизнуть от RD Attack. Это моя самая главная мечта, естественно. А второе, это, конечно, релиз 2.0. Так, третий вопрос. Какие будут режимы на сервере? Ну, я думаю, он имеет в виду про RD Attack, то на RD Attack будет три мини-режима, в общем. Это Бедвардс, конечно, МЛГ и Билд ФК. Это как бы более чем достаточно. Четвёртый. Как... А, сколько лет твоему серверу? Один-два года, вроде февраля или апреля, я посовываю. RD Attack тогда будет. Как долго это учился писать в плагине? Примерно год, но в основном я учился на практике. То есть я смотрел source code разных разработчиков и так учился, по сути. Шестой вопрос. Когда допишешь в? Синик давай не здесь. Седьмой вопрос. Думаешь ли ты развивать сервер не только в редюсе? Ну, именно сервер нет, а вот сделать отдельный сервер, да, у меня в планах это есть. Это анархия, но подробности пока что не могу сказать. Босьмой вопрос. Есть ли отношения? Нет, и не было, и не будет. Девятый вопрос. На кого планируешь поступать? На программисту, но я думала, и на переводчик, но я посмотрю по баллам, которые я получу. Десятый вопрос. До какого класса будешь учиться? Я не знаю, я думаю, до 11. 11 вопрос. Какой у тебя хостинг? Вы столько раз это спрашиваете, как бы, можно написать rdtraining.fan в браузере, и тебе выпишут свой хостинг. Хостинг? У меня крабс-хостинг. Да, это не реклама, это опросы. Выпускай ссылку, можно найти на него в описании, там реферал, как бы, пожалуйста, поддержите. Двенадцатый вопрос. Сколько ты, например, заработал сервака? Если говорите о rdtraining, то там было окупло до 1 тысячи рублей, но на атаки были огромные убитки. Тринадцатый вопрос. В каком комьюнити ты состоишь? Ну, я думаю, всё-таки в rdt комьюнити. Твернадцатый вопрос. Как ты относишься к сержанам таких, такие как анти-АЦ и Тим Холли? Отношусь нормально и считаю их качественными. Пятнадцатый вопрос. Кого из популярных кодеров ты знаешь? Из популярных кодеров я знаю Rapusta, скилл-кода, ну, как бы, и всё. Шестнадцатый вопрос. Как ты относишься к крашерам серверов? Ну, негативно, но если, конечно, сервак краш 0 по уличной причине, например, сервак обманул Натанат и так далее, то, конечно, нормально отношусь. Семнадцатый вопрос. Сколько раз пробовали задосить вы сервак? Мне кажется, более десяти раз, но всё это безуспешно. Мне кажется, ребят, всё-таки видос задержался, поэтому следующая часть данного видеоролика будет уже совсем скоро, но она будет только если вы набираете десять лайков. Ребят, также хочу напомнить о том, что вы заходили на проектarnetraining.fun, играйте, мы вас их ждём. Ребята, как бы, это всё, что я хотел вам сказать. Ребят, всем пока, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok